Россия руководит войной в Ливии на высшем уровне, заявил Эрдоган. Турецкий президент показал сопровождавшим его в Пакистан журналистам фотографию, на которой глава Минобороны Шойгу, начальник генштаба Герасимов и командующий ливийской национальной армией Хафтар. Рядом с ними, по словам Эрдогана, руководитель ЧВК Вагнер. Его имени турецкий лидер не назвал. Это очень серьезный выпад. Эрдоган часто бывает резок на публике. А здесь, в приватном разговоре с журналистами, президент выдвинул слишком серьезные обвинения. Говорит главный редактор МК в Турции Ешар Ниизбаев. С ним беседовала Татьяна Калинина. Это была беседа на борту самолета с журналистами. То есть там мы сами не знаем, что он показывал. Сама суть вот этой беседы, это такая практика у Эрдогана. Каждый раз, когда он летит за границу... За душевные разговоры с журналистами? Да, да. И ни у кого из присутствующих нет записей этой беседы, видео, записи микрофонов. Это устные беседы. Они потом один в один печатаются всеми, кто находится на борту. Но на этих беседах Эрдоган всегда предельно откровенно рассказывает о вещах, которые на публику он обычно не говорит. Он говорит, например, о телефонных разговорах с лидерами стран. И вот как вот, например, вот эта история, о которой мы сейчас говорим, он просто показывает. Но мы, правда, не знаем, что это за фотография. Предположения были, и были в интернете тоже публикации. В том же вот разговоре на борту самолета он сказал, что провел очень хороший телефонный разговор с Путиным по Эдлибу. Как все это вот можно сопоставить с обвинением по Ливии? То есть он самому Путину ничего не говорит в личных разговорах об этом? Когда он говорил с Путиным, он слышал одно. То есть была беседа очень хорошая. А потом вдруг он увидел заявления, которые ему не понравились. Имеется в виду, что Анкара срывает сочинские договоренности, о чем в Кремле говорили? То есть обещали прекратить деятельность боевику, вы для беда, а террористы продолжают там свои атаки? Тут вы видите свое видение, что там во время сочинского меморандума была, конечно, определенная дата, до конца, по-моему, 2018 года. Турки говорят, что у нас не было достаточно времени. И еще турцы говорят, что Асад, он все чаще нарушал вот этот меморандум и не давал им возможности решить вот эту самую главную проблему. Как раз-таки размежевание террористов на умеренных и радикальных. Сейчас есть вероятность, что Турция, наверное, вот именно сейчас она серьезно возьмет. Займется Идлибом, да? Как раз-таки большое стягивание этих военных турецких и протурецких сил, которые турцы вооружают, что сейчас они называют их юридской национальной армией. Плюс ко всему и заявлений Эрдоганов, и главы Министерства обороны, они оба подчеркнули, что, во-первых, они не будут теперь уже осуществляться с радикалами. Будут ли они все-таки поднимать ливийский вопрос Путина и Эрдогана в ходе ближайшей встречи? Завтра в Москве будет решен вопрос, нужно им встречаться или нет? Как я услышал и прочитал, и перевел, и вообще понял, это не очень лицеприятные вещи все-таки. Во-первых, он показывает фотографии, он называет имена, он называет начальника генштаба, он называет министра обороны. И они задевают и президента, на мой взгляд. Вы правильно заметили, вот завтра, вот после таких слов, как все-таки будут обстоятельства. Или, знаете, вот политики, они такие люди, вот именно показывают, насколько они серьезны таким образом, такими высказываниями, чтобы быть более, так, утвердительными за столом переговоров. А Эрдоган человек, который часто подчеркивает, если ты есть на поле боя, и у тебя, в общем, аргументы сильны, то ты, получается, тебя посадят за стол переговоров. Потому что я не знаю, зачем были такие подробности людям, которые, наверное, даже не поняли, для чего это, если честно. Ешар Нейзбаев, главред МКФ Турции. Какую фотографию показал журналистам Эрдоган, неизвестно, местные СМИ ее не публикуют. Но в 2018 году Ливийская Минобороны публиковала видеозапись встречи Шойгу и Хафтера в Москве. Там был схожий состав участников. Был и бизнесмен Евгений Пригожин, который обеспечивал официальный обед на том мероприятии, сообщил позже военно-дипломатический источник. Официального заявления властей тогда не было. Сейчас же в МИДе сообщили, что заявления Эрдогана не соответствуют реальному положению дел в Ливии. Не знаем, откуда он это взял, откуда у него такая информация, отметил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов. Более того, Россия в конфликте в Ливии никогда особо не поддерживала Хафтера, отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Россия не участвует военнослужащими в Ливийской войне, от слова совсем. А что касается ЧВК Вакгера, она вполне может участвовать каким-то образом в ливийском конфликте. Но ее отношение с Россией всегда будет подвергаться большому сомнению, хотя бы потому, что в России вообще ЧВК не существует. А все эти разговоры о том, что Россия руководит наступлением Хафтара, я слышу регулярно, на самом деле Россия в меньшей степени поддерживает Хафтара, чем многие другие. И более того, у России есть устойчивое доказательство того, что это не совсем так. Именно Россия пыталась заставить Хафтара подписать соглашение о мирном регулировании ливийского кризиса. И именно такое, которое Хафтару было не совсем выгодно. И именно в Москве Хафтар отказался это делать. Мне кажется, что это стопроцентное доказательство того, что Россия и Хафтар — это совершенно разные организации. Что бы по этому поводу ни говорил Эрдоган. А для чего он делает эти заявления? Потому что он на Россию обижен. И считают, что Россия выставила его в уничижительном свете, поддержав сирийскую операцию в Идлибе и захватив большую часть Идлиба, которую Турция собиралась сохранить в качестве инструмента своего влияния в Сирии. Более того, он продолжает требовать, чтобы сирийские войска ушли из Идлиба. И это на своей же собственной территории, в своей же собственной стране. Владимир Брутер. О гибели первого российского военного в Ливии накануне сообщила русская служба BBC. По ее данным, он был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Российские власти отрицают, что принимают участие в боевых действиях в Ливии. О том, что в этой стране действуют наемники частной военной компании «Вагнер», ранее сообщало американское агентство «Блумберг». В январе Путин заявил, что находящиеся в Ливии бойцы «Вагнера» не представляют интереса России.